Никто не хотел уступать, так можно охарактеризовать второй финальный матч клуба Челябинской области по хоккею, в котором встречались в хоккейном клубе «Маяк», «Гранит» и «Чебаркульская звезда». Неделю назад на площадке соперника «Озерчане» были сильнее 3-2. Армейцам Лазерски нужна была только победа, чтобы сравнять счет с Сирией, а затем надеяться на благоприятный исход в третьей игре. В составе хоккейного клуба «Маяк», «Гранит» на лед не смогли выйти травмированный один из основных защитников Валерий Дубыкин и только что оправившийся от болезни нападающий Алексеевич. Очень соскучиться по играм, по тренировкам, ждем уже с нетерпением возвращения на лед. Без права на ошибку, так протекал весь матч с первой до последней секунды. Строгая игра в обороне, бескомпромиссная игра и прессинг на каждом метре площадки и поиск удачи у чужих ворот за счет быстрых котратак и индивидуального мастерства игроков. Нападающий хоккейного клуба «Маяк» «Гранит» Дмитрий Петрюк еще раз доказал, что он находится в отлично спортивной форме и проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Как ни пытались два защитника «Звезды» блокировать его проход, но нападающий «Озерчан» был быстрее, неправильно атакован армейцами и заработал штрафной бросок. «Напряженная игра со звездой сюда, так играем. Тяжело, что пацаны доказали, что мы лучше, мы можем, повторили чемпионство, я очень рад». 1-0 с таким счетом и закончился первый период. Во втором отрезке игры «Звезда» добавила в движение. Прекрасно на последнем рубеже провел весь матч галкипер хоккейного клуба «Маяк Гранит» Михаил Котик. Но и он был бессилен, когда после дальнего броска шайба от трикошета влетела бабочкой в его ворота. 1-1 с таким счетом завершился второй период. Заключительный отрезок игры стал самым напряженным. Хоккеисты обеих команд понимали, что доводить дело до овертайма, а тем более до булитов, это лотерея, в которой можно проиграть. В последние 20-ти минутки могли отличиться как игроки «Звезды», так и хоккейного клуба «Маяк Гранит». Но последнее слово осталось за «Озерчанами». Дмитрий Петрюк отдал пас на пятачок нападающему и нашему джокеру Сергею Михайлову, который и забил победную шайбу в ворота «Звезды». 2-1 в пользу «Озерчан» и хоккейный клуб «Маяк Гранит» второй год подряд становится обладателем кубка «Чеманинской войны». Просто фарт. Повезло. Ничего больше. Свобода. Выдохнуть можно. Все сделали практически. Спасибо. Самое главное, основные задачи выполнили. Чемпионат «Челябинская область» ему выиграли досрочно. Сегодня кубок завоевали в упорной борьбе. Такая достойная игра напряженная. Я думаю, там весы качались, чья удача будет. Ну, повезло нам. Хоккейному клубу «Маяк Гранит» осталось провести одну игру в чемпионат Челябинской области, а также на мажорной ноте завершить матчи в открытом чемпионате и кубке Челябинска. Аплодисменты «Маяк Гранит»